Это конец Якубовича уже не спасти. На шоу «Поле чудес» подали в суд. От создателей телешоу «Поле чудес» потребовали полмиллиона рублей за песни «Зимушка-зима». Судебный иск в Москве подали автор композиции Сергей Перембаев и певица Валентина Рязанова, передает российская газета. Они обратили внимание на один из выпусков в январе 2021 года, в котором прозвучала «Зимушка-зима». Песня использовалась без разрешения Перембаева и Рязановой. Теперь они требуют компенсации в размере 500 тысяч рублей. Юрист Никита Филиппов пояснил журналистам, что руководству передачи «Поле чудес» следовало заключить два отдельных договора с автором и исполнительницей песни. При этом эксперт считает предстоящую тяжбу непростой, ведь и сам следует всесторонне обосновать сумму запрошенной компенсации. Тем временем Леонид Якубович раскрыл правду о закрытии «Поле чудес». Артист вот уже более 30 лет является бессменным ведущим «Капитал-шоу». Леонид Якубович прокомментировал слухи о закрытии «Поле чудес». Злые языки, которые каждый день мусолят сплетню о том, что у передачи якобы могут отозвать лицензию, «Поле чудес» является аналогом американской передачи. Поэтому наше шоу выпускается по иностранной лицензии. Леонид Якубович объяснил ситуацию. Лицензия передана в управление вновь созданной телекомпанией «Поле ТВ». Вот эта компания теперь и производит «Поле чудес». Ничего не изменилось, заверил Леонид Якубович. Он отметил, что слухи о закрытии шоу, которые ведутся более 30 лет, появляются завидной регулярностью. Правды не так много. Пять лет назад писали, что я умер. Дату сообщали и место захоронения. Цитирует его одно известное интернет-издание. Напомним, Якубович впервые появился в студии «Капитал-шоу» в 1991 году и с тех пор даже не задумывался о смене места работы. Помимо популярной передачи, легенда отечественного телевидения играет в нескольких спектаклях и снимается в сериалах. «Меня вполне устраивает моя зарплата. Она достаточно большая для того, чтобы содержать две семьи, свою и сына». Делился Леонид Аркадьевич. Он требовательно относится к своему коллективу, не терпит на программе «Лентяев и не умех», смело увольняет тех, кто не справляется со своими прямыми обязанностями. Продолжение следует... Продолжение следует...